Наше дело. Наше дело. Наше дело. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном. О том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Гостя в студии я представлю чуть позже. А начнем мы, как обычно, с рассказа о самых значимых событиях недели. Итак. По случаю исторической даты на Кургане Бессмертия состоялся фестиваль «Крымская весна». Большой праздник организовали на площади воинской славы. К 15 часам горожане и гости Брянска собирались здесь уже под песни народных коллективов. Приехали они со всей области, чтобы поделиться своим творчеством в рамках концерта «Русская душа». От стелы воинской славы и до Кургана растянулась выставка продажа декоративных изделий, сделанных руками брянских мастеров. Организовали и развлечения для любителей спорта. В целом хочется отметить, к празднику активно присоединялись школьники и студенты. Развлечения нашлись и для самых маленьких. Уже ближе к вечеру трудовые коллективы, студенты, представители политических партий, общественных объединений собрались на праздничном митинге «Мы вместе». Большим подарком для гостей праздника стал концерт лучших творческих коллективов Брянщины «Звездный марафон». На сцене коллективы известны не только в Брянске, но и по России. Это ансамбль «Надея», «Бабкины внуки», «Арт-класс», «Сергей Матвеев» и многие другие. В целом Крымская весна – праздник сплощения народа, праздник веры и патриотизма. На Кургане бессмертия собрал порядка 14 тысяч человек. Итоги работы предприятий, успехи и задачи брянского бизнеса – эти и другие вопросы поднимали в ходе общего годового собрания Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий региона. Сегодня Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий отмечает юбилей. Ежегодное собрание – возможность откровенно поговорить о достижениях и вопросах промышленности бизнеса. Выступая на съезде Ассоциации, глава Брянского региона именно с этого и начал. Сегодня Ассоциация представляет собой мощную структуру, которую объединяет уже более 150 предприятий. В нее продолжают вливаться новые силы, которые вносят свежие идеи, новые подходы к решению актуальных экономических и социальных вопросов. Как отметил губернатор, Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий – это связующее звено между бизнесом и властью. Предложения Ассоциации учли власти при разработке важных для развития области законов, о промышленной политике, об инвестиционной деятельности, об импортозамещении. Что касается работы в 2016 году, внимание Ассоциации было направлено на реальный сектор экономики, развитие современной техники. Проводился анализ конкурентоспособности брянской продукции, качества работы по импортозамещению. В этом ключе имена, произносимые с гордостью. Это, например, БМЗ, Метаклей, Клинцовский автокрановый завод. Однако речь шла не только о промышленных гигантах региона, в поле зрения Ассоциации и мелкий бизнесмен. На ежегодном собрании были приняты основные задачи на 2017 год. Также из руглавы региона Александра Богомаза награды получили победители конкурса «Инженер года Брянской области-2016». В Клинцах началась реализация крупного инвестпроекта – строительство энергоцентра в составе местной ТЭЦ. В торжественной обстановке представители власти, подрядчики и руководство предприятия заложили памятную капсулу в основании будущего энергоцентра. Инвестиционная программа рассчитана на 11 лет – с 2017 до 2028 года. Обойдется техническое перевооружение Клинцовской ТЭЦ примерно в полмиллиарда рублей. А вот запустить газопоршневые установки планируется уже в этом году. Новое оборудование отличается экономичностью и повышенным КПД, что, несомненно, оценят жители города и руководители клинцовских предприятий. Полностью выводить из эксплуатации пока еще главный корпус ТЭЦ не планируется. В нем находятся водозаборные и другое важное оборудование. Его, естественно, придется обновить. Но у руководства предприятия есть мысли сделать в части этого здания музей. Многие из экземпляров оборудования могут стать любопытными экспонатами. Транспортные и жилищные вопросы. Оказание содействия в благоустройстве парковой зоны. Свой очередной прием граждан губернатор Александр Богомаз провел в приемной президента. Пять острых и животрепещущих вопросов губернатору удалось решить меньше, чем за час. Первым на прием к Александру Богомазу пришел житель Белой Березки. Он обратился к губернатору с просьбой организовать дополнительный утренний рейс из Белой Березки до областного центра. Особенно в таком рейсе нуждаются студенты. Сделайте социальное 6 часов на мае. Сделайте рейс еще один для того же, кто ТЭП есть. Есть трубчатская ТЭП. Сделайте ТЭП, как раз они будут и заполняемость будут. В ходе приема положительно решился вопрос жильцов мегаполис парка. Их просьба оказать содействие в благоустройстве зоны отдыха в жилом комплексе. Услышано оказалось и обращение директора Брянского цирка. Недавно учреждение осталось без ветеринарного врача. Найти выход удалось. Взять на себя уход за цирковыми животными согласилась заведующая городской ветеринарной службы. Житель села Глинищево на прием к Александру Богомазу пришел с наболевшим жилищным вопросом. И вновь положительное решение. В рамках целевой программы устойчивое развитие сельских территорий субсидия на приобретение жилья будет получена. Выставка проектов будущего памятника жертвам политических репрессий открылась в областной научной библиотеке. Идею установки памятника жертвам репрессий поддержали в администрации города Брянска и Советского района. Был объявлен конкурс на проект мемориала. В результате на суд жюри подготовили 14 макетов. Это и классические обелиски с символикой страшных 30-х годов, и скульптурные композиции. 27 марта конкурсная комиссия, в составе которой историки, краеведы, представители органов власти, соберется на обсуждение и голосование. Будет выбран проект памятника жертв репрессий. Средства на памятник начнут собирать всем миром. Во второй части нашей программы с удовольствием представляю нашего гостя в студии. Хочу сразу сказать, что, как это принято, гость, что называется, в тему. Поскольку на этой неделе у нас отмечается и Международный день культуры, и Международный день театра. Елена Степановна Кривцова, директор департамента культуры, я не мог вас не позвать, чтобы поговорить об этих событиях. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Елена Степановна, я с молоком, что называется, ну не матери, но со студенческой скамьи это точно впитал, что, как нас учила марксистско-ленинская идеология, что экономика является базисом, а культура является, соответственно, надстройкой. Поскольку у нас с базисом, то бишь с экономикой, в последнее время наметился прорыв в нашем регионе, то, соответственно, возникает вопрос, наметился ли такой прорыв в области надстройки, то бишь культуры? Дорогие друзья, уважаемые коллеги, попользуюсь и воспользуюсь случаем в преддверии нашего профессионального праздника вначале обратиться ко всем работникам культуры и России, и Брянской области со своими наилучшими пожеланиями и поздравлениями в канун этого замечательного дня. В развитии культуры Брянщины намечаются определенные позитивные шаги. Это связано с тем, что принятие основных государственных документов, таких как «Стратегия развития культуры» до 2030 года, принятая правительством Российской Федерации, основы государственной культурной политики, находят отражение во всех наших действиях. Конечно же, это укрепление нашей национальной идентичности. Конечно, это поддержание нашего языка и тех культурных традиций, которые работники культуры, особенно в развитии декоративно-прикладного искусства, народного творчества, в рамках проведения разнообразных фестивалей, широко проводят на территории Брянской области и достаточно серьезный и такой эмоциональный отклик получают от жителей Брянской области. Конечно же, это и то международное сотрудничество, которое мы продолжаем и развиваем. Очень тесные контакты установлены с Белоруссией. Вы знаете, в отрасли культуры очень много соглашений и проектов совместных, которые мы реализуем в рамках развития театрального искусства, музейного дела, а особенно библиотек с Могилевской, Гомельской областью, с самим Минском. Но мало того, у нас же еще и славянское единство в этом году мы принимаем. Вы знаете, для нас 2017 год особенный, потому что именно Брянская область в 2017 году является принимающей стороной нашего международного фестиваля славянского единства. Вы, наверное, там вовсю готовитесь. Вы знаете, вот как только мы начали проникать в историю, славянское единство существует с 1967 года. И когда ответственность ложится на брянскую сторону, мы понимаем, насколько важны и глубоки те наши культурные контакты, которые уже имеют вот такие глубокие традиции. И еще одним очень приятным событием является взаимодействие с Донецкой и Луганской областями. Наши коллективы театральные, наши, это Театр Кукол, труппы Театра Кукол была уже в Донецке и Луганске со своими спектаклями. Вот про театры поподробнее. В части развития театрального искусства мы помним, в послании президента сказано о том, что культура через образование. И поэтому мне отрадно сказать о том, что таким ярким событием в развитии театрального дела на Брянщине в прошлом году стал театральный проект «Классика в классе». И вот эти новые постановки, которые были у театра драмы, Ромео и Джульетта, у нашего театра для детей и юношества, это спектакль, который называется «Горе от ума» великого нашего классика, конечно, вызвал тоже серьезное такое впечатление. «Классика в классе» это подразумевается, что ученики придут в театр и, так сказать, проиллюстрируют то, что они изучали в школе. Они не просто придут. Вот совместно с Департаментом образования мы реализовываем этот проект, потому что вот изучение программных произведений в школе и то, что показывает наш театр драмы и театр для детей и юношества, оно совпадает практически по этапам изучения, и дети воочию видят настоящий спектакль, который поставлен на наших сценах. Елена Степановна, а вы часто бываете в театре? Вы знаете, я очень люблю театральное искусство с детства, особенно всплеск. Это у меня получило в юношеские годы, когда мы ездили в Москву, в Санкт-Петербург, ведущие спектакли. А наш театр драмы, я просто очень глубоко отношусь к тем постановкам, которые являются традиционными, особенно к новым постановкам. Театр юного зрителя – это тоже определенные эмоции, которые вызывают лично у меня во время посещения спектаклей. Очень люблю смотреть наши спектакли. Хорошо. Еще рано пока какие-то выводы делать, безусловно, но сменился руководитель в нашем драмтеатре. Какие-то хотя бы предварительные итоги, какую-то оценку можете дать уже? Человек работает чуть более месяца, и поэтому идет этап погружения, конечно, в те финансовые вопросы, хозяйственные вопросы. А это целый город в городе? Конечно. И мы надеемся, что у Андрея Викторовича и знаем, что уже сложился определенный контакт, и такой сердечный, хороший контакт с актерами, с ведущими специалистами нашего театра. И, конечно, это должно привести к развитию театрального дела у нас в Брянске. Ну, дай бог, конечно же, потому что театр – это одно из лиц города. Там разные какие-то объекты называют лицом города. И вокзал, и аэропорт. Но театр, безусловно, тоже является лицом города. Касательно разделения и возвращения на свои круги театра «Кукол», как скоро это планируется и планируется ли? Вы знаете, мне очень приятно сказать о том, что 2017 год для театра «Кукол» станет таким поворотным и судьбоносным. Потому что решение, которое принято Александром Васильевичем Богомазом в части реконструкции театра «Кукол», его бывшего здания на Пушкина-12, оно реализуется сейчас достаточно очень активно и планово. На данный момент решены все нормативно-правовые вопросы, финансовые вопросы, которые связаны с разработкой проекта. И уверена, что к концу 2017 года реконструкция завершится, и мы будем вместе перерезать ленточку в открытии этого здания. Ну, здорово, конечно. Это решение, которого очень ждали. И сколько по этому поводу было судов-пересудов, вы прекрасно об этом знаете. И сколько было собраний. И, в общем, приходится, конечно, надо признать, пока что ютиться в этом помещении, которое предусмотрено для одного театра. Без сомнения, конечно. Конечно, рады тюзовцы были, вроде бы, и приютить у себя, да, коллег своих. Но, тем не менее, рады, рады. Но насколько все вздохнут с облегчением, когда все вернется на, повторюсь, на круге своя. Один вопрос, и, я думаю, немаловажный для самих, прежде всего, деятелей культуры. И касается он материального обеспечения. Уровень заработной платы, безусловно, это важное событие в жизни каждого человека. И мне сегодня очень приятно сказать о том, что в рамках исполнения майских указов президента подписано соглашение между правительством Брянской области и Министерством культуры. В этом соглашении достаточно много параметров, которые говорят о развитии сферы культуры и о защищенности каждого работника. И поэтому впервые за последние годы в этом соглашении указан такой факт, что уровень средней заработной платы работников культуры Брянской области должен составить 90% от средней заработной платы по экономике региона. И сегодня проработаны все вопросы, которые связаны с финансовыми расчетами, с организацией нормативно-правового обеспечивания решения этого вопроса. И уже в апреле месяце люди почувствуют эту поддержку со стороны бюджета Брянской области. И средняя заработная плата в 2017 году составит 19 341 рубль в целом по отрасли. Это прекрасно. Это в процентном соотношении. Около 40%. Ну что же, это хороший подарок. Вы, я думаю, сейчас сделали, озвучив эту цифру для сотрудников культуры. Елена Степановна, я прежде всего благодарю вас за то, что вы пришли. Я вас от всей души поздравляю с Днем культуры. И вы знаете что? Вот во все времена, я достаточно давно живу на свете, во все времена было такое ощущение, что немного и культура в том числе, и, ну, я думаю, что тут все департаменты, немного упускают молодежь. Вот мы давеча разговаривали в прямом эфире о дискотеках. И, вы знаете, тогда вот, ну, можно много критиковать советскую власть, но на стыке двух времен, когда началась перестройка, молодые лидеры, комсомольцы там и так далее, они, ну, где-то вот открывали какие-то для молодежи там какие-то рок-клубы, какие-то объединения, контролировали сами дискотеки и так далее. Вот нет у вас ощущения такого, что такое вот упущение какие-то в молодежной среде у нас имеют место быть? Алексей Константинович, я думаю, ваша тревога обоснована, и мы ее тоже разделяем, потому что та кадровая политика, которая есть в учреждениях культуры, характеризуется сейчас как дефицит молодежи, идет старение кадров. И поэтому мы большие надежды возлагаем на наш Брянский колледж искусств, который и должен готовить кадры, и готовит их достаточно профессионально. И мы следим за тем, чтобы каждому человеку, который захочет потом связать свою работу с Домом культуры, с библиотекой или с другим учреждением культуры нашей области, была предоставлена работа. Но, к сожалению, наверное, все-таки материальные причины были определенным препятствием, да, для принятия такого решения. Но, тем не менее, каждый человек должен понимать, что уровень профессионального мастерства, который он хочет в себе воспитать, взрастить, это, конечно, начало работы именно с молодых лет в учреждении для того, чтобы и постигать это мастерство. И мы надеемся, что те формы работы, а особенно вот в прошлом году, у нас были очень активно поддержаны проектные формы работы в развитии культуры. Это такие яркие проекты, куда мы вовлекали молодежь. Ну, например, это Евгений Крылатов со своей вот такой прекрасной программой «Прекрасная далека». Это, например, виртуальный концертный зал, где лучше... Тот же Маликов. Да, да, перевернем игру. Мы туда вовлекали тоже наших молодых, это было достаточно востребовано. Виртуальный концертный зал, где лучшие академические коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, и в прямом эфире мы имеем возможность теперь оборудование, филармонию установлено. Мне бы очень просто, Елена Степановна, хотелось бы, чтобы это были не какие-то вот... Ну, это из разряда моей мечты, да, вот, которые, я думаю, все равно, они рано или поздно станут явью, и ростки первые я уже вижу. То есть, чтобы это было перманентно, а не точечно. То есть, чтобы КВН... Мы раз включаем телевизор и видим наши брянские лица, действительно так, да, вот в последней игре попадаются наши ребята, которые выходят и участвуют в игре. Владимир Владимирович Путин после своего визита одобрил и дал, ну, практически подписаны уже документы о том, что будет строиться дворец единоборств восточных. То есть, это тоже со стороны спорта. И мне бы еще хотелось сюда привлечь каким-то образом и музыкантов, каким-то образом их, ну, я не знаю, консолидировать. Потому что вот к нам в студию на программу очень часто приходят группы, о которых я даже не слышал, наши молодежные коллективы, интересные там дуэты, где прекрасные вокалистки, девочки поют свои стихи, собственно. Вот какой-то бы вот такой клуб для них создать в перспективе, это было бы очень здорово. И чтобы это вот действительно было не точечно, так вот, организовали концерт и все, и разбежались снова. А чтобы это был как в свое время ленинградский рок-клуб тот же. Предложение замечательное. И почему оно сейчас звучит своевременно и актуально для нас? Дело в том, что сейчас в Департаменте культуры создана рабочая группа, которая работает над созданием вот такого важного, перспективного и глобального документа. Пусть это сухо звучит, но это называется стратегия развития культуры Брянской области до 2020 года. Там закладываются сейчас основные концептуальные моменты, которые касаются поддержки театрального искусства, киноконцертных организаций, библиотек, домов культуры и так далее. Это очень серьезный документ, и мы находимся в стадии начала его разработки. И думаю, что к концу 2017 года он найдет свое вот такое официальное выражение и однозначно раздел по развитию и вовлечению молодежи в разнообразные проекты, чтобы эта работа приобрела системный характер. Уверена, что когда будет создаваться этот документ, рабочая группа будет соседать огромное количество раз. И молодежь мы обязательно включим туда с их уникальными предложениями. Хорошо. Это будет здорово, на мой взгляд. Дорогие друзья, у нас в студии была директор Департамента культуры Елена Степановна Кривцова. Спасибо еще раз с праздником вас, Елена Степановна. Передайте поздравления от Брянской губернии, которая очень плотно, на мой взгляд, сотрудничает с Департаментом культуры. Передайте огромный привет всем своим подчиненным, сотрудникам, людям, которые имеют маломальские какое-то отношение к этой великой надстройке, которую мы называем культурой. Алексей Константинович, не только привет я передам работникам культуры, а за всей той работой, о которой я говорила сегодня. Продолжать говорить, о которой мы будем завтра в рамках коллегии Департамента культуры, это те уникальные люди, которые сохраняют, приумножают и развивают культуру Брянщины. Спасибо еще раз вам. Это была программа «Наше дело». Повтор ее вы можете посмотреть в течение субботы или воскресенья или на нашем сайте по адресу губерния.тв в разделе программы. Всего вам самого доброго. Мы увидимся через неделю. До свидания.